В молдавских СМИ говорят довольно часто о том, что формат миротворческой операции на Днестре нужно менять. Олег Беляков подчеркнул, в Кишиневе не учитывают, если миротворческие силы покинут зону безопасности и их место займут вооруженные формирования, то о гарантиях мирного сосуществования можно забыть. Мы не видим другого формата миротворческой операции, именно с ее силовой составляющей, поскольку она единственная в своем варианте, в котором может остановить любое кровополитие, любое противостояние между сторонами. Тем более факты такие у нас есть налицо, когда действительно миротворческая операция вмешивалась и останавливала достаточно серьезные события, происходящие между сторонами. В качестве примера приводились и разногласия сторон в количестве человек, входящих в оперативно-следственную группу в Бендерах. Молдова упрекает, что в городе сотрудников милиции больше, чем полицейских, при этом не учитывая, что они там находятся на законном основании по территориальной принадлежности, в отличие от полицейских. Последние, в свою очередь, работают в противоречии даже своих молдавских законов. Если мы работаем по территориальности, то у нас предложение вывести сотрудников полиции из города Бендеры на Варницу, пока временно они дислоцируются на Варнице. И на этой основе уже можно организовывать какое-то плотное, можем сказать, взаимодействие. Потому что в этом вопросе заинтересованы и мы, и молдавская страна. Но взаимного решения пока не достигнуто. Зато возникла еще одна тема для обсуждения. После подписания договора о зоне совместной торговли, Молдова впервые будет присутствовать на заседании блока НАТО. И с учетом завершения строительства американских сил ПВО в Румынии, это вызывает серьезное беспокойство. Интересы НАТО и интересы Российской Федерации, интересы Приднестровья, интересы других акторов, они находятся в определенном противоречии. Наша задача обеспечить максимально комфортные условия для того, чтобы мировоторская операция могла продолжаться. Чтобы внешние факторы, такие как участие Европейского Союза в рамках экономических действий, такие как участие представителей НАТО, не смогли нарушить тот баланс, который установился. Уже через несколько дней члены ОКК уйдут на так называемые летние каникулы. Но это не значит, что контроль над обстановкой в зоне безопасности будет утрачен. Напротив, в случае возникновения каких-либо неординарных мероприятий, комиссия будет собрана в экстренном порядке, подчеркнул Олег Беляков. Александр Кожухарь, Иван Глухенький, Первый Приднестровский телеканал.